Добрый вечер! Информационная картина дня в материалах корреспондентов ОРТ Планета в студии Оксана Воричева. Коротко о некоторых темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ближайшие часы в нашем регионе резко ухудшатся погодные условия. На территории отдельных районов области ожидаются мощные снегопады. Усиление ветра до 23 метров в секунду и метель. На дорогах, возможно, гололедится. Сегодня днем атлантический циклон уже достиг границ западной части Оренбуржья. Там температура воздуха резко поднялась на 10 градусов. В течение суток циклон проследует на восток области, и сильные морозы постепенно уйдут из нашего региона. В целом в Оренбуржье ожидается сильная метель, снежные заносы и гололед. Ветер южный 7-12 метров в секунду, местами до 20 метров. Разброс температур составит по области от минус 5 до минус 15 градусов. Просим жителей Оренбуржья обратить внимание на данные погодные условия и не рисковать своей жизнью. Добавим, что циклон, который пришел к нам из Самары, продержится недолго, около суток. И будет он слабее, чем тот, который обрушился на Оренбургскую область 2 и 3 января. На трассе Оренбург-Орск все готово к объявленному режиму ЧС. 10 единиц техники и 30 человек личного состава в случае необходимости обеспечат безопасность людей на дороге. Жилой городок спасателей развернулся на 177-м километре трассы Оренбург-Орск. Трасса Оренбург-Орск будет снова перекрыта, если стихия вновь даст о себе знать. База рассчитана на 50-60 путников. В случае необходимости спасатели развернут еще одну палатку. Температура воздуха в брезентовом доме прогрета до 20-25 градусов. В палатках установлены печи. Их функционирование обеспечивают сотрудники МЧС. Есть и импровизированная столовая. Там хранится запас сухпайков для сотрудников и пострадавших. Личный состав занимается повседневной деятельностью. То есть заготовка дров идет. То есть мы готовимся на случай ухудшения погоды к спасению и оказанию помощи. На утром, по крайней мере, работало 10 единиц дорожников. Они прощищали не только эту дорогу. Здесь расчищать нечего, она чистая. Но вспомогательные дороги, которые местного значения, то есть районные. Пока неизвестно, сколько спасатели будут дежурить на трассе Оренбург-Орск. Но по последним данным известно, что еще одна спасательная база отправилась на запад области. Предположительно, спасатели остановятся в районе Сороченска. Подробный репортаж о том, как обеспечивается безопасность на дорогах области, смотрите завтра в программе «Новости дня». Наши корреспонденты сегодня работали на месте событий. Вдова погибшего в Снежном Буране Эдуарда Зинурова получит материальную помощь – 1 миллион рублей. Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Молодой мужчина погиб во время чрезвычайной ситуации, возникшей на трассе Оренбург-Орск. Без отца остались двое маленьких детей. Младшей дочери всего два месяца. На детей будет назначено пособие по потере кормильца. На младшего – детское пособие до полутора лет. Также пострадавшие получат удостоверение о гибели члена семьи, который являлся ветераном боевых действий. После чего семье будет оказана мера поддержки в соответствии с федеральным законодательством. Сегодня стало известно еще об одной жертве снежного плена. Пенсионерка, которая перенесла инсульт на трассе Оренбург-Орск, скончалась. Об этом нам сообщили родственники женщины. Напомним, Татьяна Козюлина находилась в районной больнице в Кувандыке в состоянии комы. Врачи сделали все возможное, но спасти женщину не удалось. Внук погибшей Артем Сидоренков рассказал, что пенсионерка будет похоронена в селе Новооренбург Кваркинского района. 2 января Артем со своей бабушкой и девушкой попали в Буран. Пока не ждали спасателей, пенсионерке стало плохо. Первую помощь пришлось оказывать самим. Судьба, что ли, так подвернулась. Прямо в социальных сетях читал про это. То есть тоже девушка говорила, в метро где-то у мужчины случился инсульт. Я читал вот эти, ну как-то просто, ну не придавал этому значения. Просто читаю вот эти новости все. Читаю, как это первые признаки инсульта. Там, что я знаю, что защемление челюсти идет и западание языка. Не надо это допустить. О обстоятельствах смерти женщины в настоящее время разбирается региональный следственный комитет. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от ишемического инсульта и инфаркта головного мозга. Объективности ради следует отметить, что данные заболевания у гражданки носили хронический характер и имели место ранее. Она и являлась инвалидом третьей группы. Тем самым в ходе предварительного следствия по уголовному делу будет проверена возможная причина следственной связи между имевшими место обстоятельствами в виде того, что данная женщина находилась в автомобиле при рассматриваемых обстоятельствах и неблагоприятными последствиями в виде ее смерти. И соответствующая процессуальная оценка в ходе предварительного следствия будет дана. Добавим, что в 4-й городской больнице Оренбурга продолжают лечение четверо пострадавших во время снежной бури на Саринском плато. Врачи пытаются сохранить им обмороженные конечности. И к другим темам. Нагрянувшие морозы и снегопады добавили хлопоты коммунальным и чрезвычайным службам. В лютые морозы страдают и те, у кого нет крыши над головой. Люди без определенного места жительства пытаются пережить непогоду на теплотрассах и в канализационных люках. Какая помощь оказывается тем, кому некуда прятаться от холода и готовы ли бездомные стать на путь исправления, выясняла Инна Маркелова. В самое холодное время года усилена работа социального патруля. Задача службы найти тех, кому нужна помощь и по возможности ее оказать. Поступил звонок о том, что там есть лица без определенного места жительства, которые нуждаются в жизнеустройстве. То есть на данный момент хотя бы в огрев. Те, у кого нет крыши над головой, собираются на теплотрассах и в канализационных люках ближе к вечеру. По поступившей информации, сегодня ночью кто-то ночует на проспекте Победы. Мы выезжаем на место, но оно пустое. На моем участке с ноября место зафиксировано. Вот это место нахождения двух лиц без определенного места жительства. Периодически они на каких-то подработках находятся в течение дня. Едем по второму адресу. Импровизированный ночлег на улице Коширина. Сегодня здесь греются только кошки. Того, кому по внешним признакам нужна помощь, находим у подъезда жилого дома. Однако на диалог мужчина идет неохотно. От помощи отказывается. Говорит, что и родственники есть, и квартира. Вы лицо бедопределенного места жительства, да? Нет. У вас есть жилье? Я полегу. Угольчик. А как ваша фамилия? Резамбал. Нургалей Аббасов от помощи не отказывается. Его провожают в Газель и сопровождают до ночлега. В дороге признается, что третий год живет на улице, и мороз переживает с трудом. Трудно. Упивать приходится. Я бутылки собираю, банки собираю, сдаю, металл попадается. Мы анкетируем, выясняем обстоятельства, по которым человек попал в такую ситуацию, и определяем на ночлег в центр социальной адаптации шанс. Шанс мы и направляемся. Пункт обогрева находится на улице Базовой. Обычно те, кто нуждается в тепле, самостоятельно до него добраться не способны. Из общественного транспорта выгоняют, а наш герой сегодня и поездки переночует в тепле. Но так бывает не всегда. Тут мы отсюда, тут 8 часов мы отсюда уходим. И не знаю, куда идти. Сидим вот, да, один час сидим на остановке. Замерзаем. Тем, кто не хочет ночевать на теплотрассе, готовы протянуть руку помощи. Сначала им предложат пройти флюорографию, затем провести неделю в карантине, пройти медицинское обследование и восстановить документы. Где-то в среднем процентов 45-50 людей, которые, получив документы, инвалидность, пенсию оформили, оформили в дом-интернат, они уже адаптировались к социальной жизни и уже встали на нормальный путь. Только за последний год в шансе побывало 324 человека. Может быть, таких же, как мы, только менее везучих и более ранимых. Инна Маркелова, Владислав Горбунов. Новости дня. Разбушевавшаяся стихия и ее последствия по-прежнему остаются самыми обсуждаемыми темами. Удар непогоды ощутили на себе жители Кваркинского района. Там автомобилисты тоже попали в снежный плен. Метель и сильный снегопад парализовали движение. В одном из заснеженных автомобилей находилась беременная женщина, у которой начались преждевременные роды. Молодая мама и новорожденный малыш едва не погибли. Как такое могло случиться, наши орские коллеги пообщались со всеми участниками нашумевшей истории. Подробности далее. У 17-летней Елены Сибагатулиной роды начались почти на два месяца раньше срока. По роковому совпадению, в ночь со 2 на 3 января в местной медицинской машине не было аккумулятора. Из села Новопотоцк в Кваркинскую районную больницу девушку вместе с близкими и фельдшером попросили довезти местного жителя. Но из-за метели Ниву занесло и роды начались прямо в снежном плену. Я говорю, давай, Наталья, роды принимай. Она растерялась, наверное, я думаю, или что. Не знаю как. Она говорит, ну давай ты из укра. Я говорю, ты же медик, не я. Медицинской бригадой стали те, кто находился в автомобиле. Помогал даже водитель. Оказалось, что в чемодане фельдшера не было нужных приспособлений. При перерезании пуповины использовали подручные средства. Я один зажим одну сторону пережал, вторую так. Она бинт оторвала кусок, перевязала одну сторону. Оторвать нечем. Я взял спички, отжег эти, ну бинты этот пережег. Вторую сторону стали резать. Скальпель вообще ничего не режет. На свет появился мальчик весом килограмм 860 граммов. Когда, казалось бы, беда миновала, машина заглохла. На врожденного грели на груди. Самим не давала замерзнуть газовая горелка. Ее жгли прямо в машине. Помощи пришлось дать почти 13 часов. Причем, по словам спасенных из снежного плена, их вызывали ли мужчины из соседнего села. Фельдшер Наталья рассказала, что в такой критической ситуации оказалась впервые. Медик не стал рассказывать, кто на самом деле принимал роды. Это все медицинская этика. Как я там могу вам рассказывать про эту перевязку попоянно? Это все медицинские тайны. Это все мое профессиональное сугубо. Сейчас молодая мама находится в Орском перинатальном центре. Два дня она была в тяжелом состоянии. Сейчас здоровью Елены, ее младенца, ничего не угрожает. На сегодняшний день состояние ее полностью стабилизировано. Состояние удовлетворительное. Больная находится в профильном отделении и готовится на выписку. Министр здравоохранения России приняла решение наградить ведомственной наградой фельдшера, которая самоотверженно оказывала медицинскую помощь во время бурана. Подвиг обычных людей, без которых исход этой истории мог стать трагическим, пока остался незамеченным. Анастасия Матвеева, Анна Орлова, Павел Прускуряков, Мария Ноздрачева, Илья Логачев. Новости дня. В Министерстве здравоохранения области нам удалось получить комментарий по этому вопросу. Вот что нам ответили в ведомстве. Благодарность наша абсолютно всем, кто в этой машине находился. И каждый внес свою маленькую лепту. Но если бы там не было фельдшера, поверьте, этой помощи не было бы оказано. Потому что надо правильно наложить и стерильно наложить зажим на пуповину. Это правильно сориентироваться, как согреть ребенка. Потому что, к сожалению, даже в родильных домах недоношенные дети не все выживают. В Гае сегодня состоялось долгожданное событие. На базе общеобразовательной школы открылся новый корпус детского сада. Дошкольное учреждение рассчитано на 115 мест для малышей возрасте от 2 до 7 лет. В нем будут функционировать 4 группы. Также для малышей оборудованы залы для музыкальных и физкультурных занятий, современные медицинские и пищевые блоки. На празднике присутствовал губернатор Юрий Берг. Он оценил современное оборудование и развивающие игрушки, которыми оснастили детский сад. Около 30 тысяч мест мы открыли за это время. Первый раз я видел, чтобы в группе где-то от 1,5 до 3 лет электронные такие вещи были. Капитальный ремонт здесь начался в 2015. Общий объем финансирования составил более 26 миллионов рублей. Большая часть денег выделена из федерального бюджета. Сейчас к другим новостям. На скамью подсудимых за невыполнение родительского долга. В областном центре вынесли приговор нерадивой матери. Женщину обвиняют в злостном уклонении от уплаты алиментов своим детям. Общая задолженность уже превысила 500 тысяч рублей. Какой приговор вынесли горе родительницы, смотрите далее. Своих детей она не видела около 5 лет. Один ребенок живет в детдоме, другой с опекуном. 27-летнюю Галину Игнатьеву лишили родительских прав. По словам гособвинителя, она ведет асоциальный образ жизни, частенько прикладывается к спиртному и несколько лет не платит алименты, из-за чего образовалась большая задолженность. В отношении сына задолженность составляет более 450 тысяч рублей, в отношении дочери более 100 тысяч рублей. В 2014 году Игнатьева уже отбывала наказание в колонии-поселении за неуплату алиментов. Кроме того, привлекалась из-за жестокого обращения с детьми. Хотя сама женщина признается, что детей своих никогда не обижала. Подсудимый нигде не работает, однако на суде говорила, что уже два дня как устроилась уборщица в магазин. И теперь уж точно встанет на путь исправления. Вину свою я, конечно, признаю, потому что не выплачу. На работу отстроилась и буду платить. В связи с тем, что подсудимый полностью признала свою вину, раскаивается и обещает исправиться, сторона защиты просила смягчить наказание, не лишать ее свободы. Я считаю, что привлечения к уголовной ответственности по 157 статьям направлены на побуждение подсудимого трудоустроиться официально и выплачивать алименты. Тем не менее, суд удовлетворил запрашиваемого с обвинением наказание и вынес приговор горе-матери пять месяцев в колонии общего режима. В зале суда подсудимую взяли под стражу. Анна Золотухина, Влад Горбунов. Новости дня. ЧП в центре Оренбурга. Сегодня около 8 часов утра пассажиров троллейбуса 7 маршрута эвакуировали из-за угрозы взрыва. В салоне кондуктор обнаружила подозрительный пакет. Инцидент произошел на улице Туркестанской областного центра. На проезжей части образовался транспортный затор. На место происшествия оперативно выехали полиция, МЧС и саперы. После тщательного осмотра салона троллейбуса опасных предметов специалисты не обнаружили. Причина вызова оказалась поистине детской. Саперами ОМОН, УМВД России по Оренбургской области в пакете был обнаружен новогодний подарок. Отцепление было снято, движение троллейбусов было продолжено в штатном режиме. Вот так вот все и было. Все здесь целый, что ничего не встал. Подельца забытого подозрительного пакета с новогодними игрушками и сладостями пока не нашли. Спустя два часа троллейбус вернулся на маршрут. Проверка по факту инцидента продолжается. Добавим, это не первый инцидент с угрозой взрыва в областном центре. За эту неделю накануне спецслужбы проводили проверку в жилом доме по улице Восточной. Тревога также оказалась сложной. О заминировании сообщил мужчина, находившийся в изрядном подпитии. О звонке в полицию он не помнит, но в содеянном сознался. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Приближается один из самых почитаемых православных праздников – Крещение Господне. Сегодня вовсю идет подготовка купелей, которым по традиции устремляются тысячи верующих, чтобы охунуться и очиститься от грехов. Уже сейчас в Оренбурге готовят три иордани. Это купель на Урале возле пешеходного моста. Здесь укладывают деревянный настил, вырезают ледяные скульптуры, которые станут украшением купели. Кроме того, планируется установить палатку с обогревом на 40 человек и организовать питание. Также оборудованные проруби будут на реке Сакмара и на озере в поселке имени Куйбышева. Хотя еще до Нового года крещенские купания вызывали у городских властей большие опасения. Из-за теплой погоды и тонкого льда это было небезопасно. Однако наступившие крепкие морозы дают возможность не изменять традиции и совершить обряд тысячам верующих. Будет организован процесс прохождения очередности, потому что у нас есть спасатели, которые обеспечивают безопасность. Мы должны мониторить и видеть каждого человека, который зашел в купель. Мы увеличили практически в два раза все места купания. В крещенские дни организованы специальные автобусные маршруты, которые доставят всех желающих купелям. Отправка от памятника Чкалову с остановки Яслисад на улице Крыстылевых. Проезд в этих автобусах платный. Сегодня у православных христиан и католиков великий праздник – обрезание Господня. Во всех храмах и костелах Оренбурга области прошли праздничные литургии. В России дата обрезания Господня широко известна в светском контексте как Старый Новый год. Так как до 1918 совпадало с началом Нового года. В наше время обряд обрезания уступил место таинству крещения, прообразом которого он являлся. Помимо литургии в храмах и костелах сегодня озвучали песнопения и читали молитвы, приуроченные к великому празднику. Эти дни окутаны особым орелом праздника на дворе святки. Они продлятся вплоть до крещения 19 января. В это время устраивают народные гуляния. Одной из самых ярких традиций – праздничные калятки и гадания. Как именно все проходит, наш корреспондент Диляра Абусева, окунувшись в экскурс святочной недели, тоже погадала себе на жениха. Слова этих каляток и щедровок когда-то знали в каждом оренбургском селе. В святочную неделю их пели и молодые, и пожилые. Кроме песен, святочные дни насыщены ряжением, кутьями и калятками. Они обеспечивают благополучие им весь год. И святки – это общение и почитание поколений. За столом я их почитаю, я им угощения готовлю, в гадании я их воспрошаю, а в ряжении я с ними вступаю в контакт или защищаюсь от них. К участию в обрядах дети не допускаются, слишком ранимы. Рядиться, калядовать и гадать могут только смелые парни и девушки. Раскинуть карты, заглянуть в будущее сквозь зеркало – это были любимые занятия девушек во время святок. Но уж погадать на суженого ряженого – дело обязательное. Например, кинуть валенок через забор, чтобы узнать, с какой стороны придет тот самый суженый. По поверью, валенок должен показать направление, где живет жених. Трижды проделав эту процедуру, носок моей обуви не внес конкретики с будущим мужем. Валенок упорно приземлялся носом то влево, то вправо. Отцу Ирины Пущаеву повезло больше. Он тоже гадал и в одну из ночей святок нагадал свою будущую жену. Брал веник, подметал, из этого веника вырывал четыре прутика, возле изголовья строил колодец, ложился спать, но приговаривал. Суженая, ряженая, приди ко мне, наряженная, водиться попить. И девушка пришла во сне. В коричневом платье, светлые волосы, ярко выраженные глаза. Именно такую девушку он встретил через много лет. Сегодня многие относятся к святочным обрядам достаточно скептично, считая, что удачу нельзя зазывать с помощью обуви или, например, кофе. Но девушек, желающих увидеть свое будущее, с каждым годом не становится меньше. А вось и у кого-то сбудется. Для Рабусева Семен Воробьев. Новости дня. После паузы, связанной с олимпийским отбором, возобновился чемпионат России по волейболу. В очередном матче Суперлиги Оренбургский нефтяник встречался с Красноярским Енисеем. В Красноярске играли команды, занимающие 10-е и 12-е места таблицы, и жаждущие поправить турнирное положение. Игра выдалась нервно и с большим количеством ошибок с обеих сторон. Енисей победил 3-0. По счету вроде бы уверенно, но первые третьи сеты с результатом 25-23. И после матча главный тренер Красноярцев Юрий Чередник отметил, что выиграли чудом. Вообще, восьмой тур наглядно продемонстрировал силу и непредсказуемость чемпионата. Урал дома проиграл Самотлору, а базовый клуб сборной Московской Динамо тоже дома уступила факелу. Вице-чемпион Белогория лишь на тайбрейке со счетом 22-20 сломил сопротивление замыкающего таблицу Нижнего Новгорода. Оренбуржцы следующий матч проведут дома, в субботу. Наш соперник – Уфимский Урал. Встреча в Олимпийском начнется в 6 часов вечера. К борьбе с непогодой готовятся не только коммунальные службы, но и предприятия региона. В обществе «Газпромдобыча Оренбург» более сотни единиц снегоуборочной техники, которая во время обильных снегопадов пробивает дороги к структурным подразделениям предприятия. Очередную проверку на прочность техника газовиков прошла в новогодние праздники, когда на область обрушился обильный снегопад. И высота сугробов достигла одного метра. Подробности в следующем сюжете. За окном сильный степной ветер и трескучий мороз, а в кабинах тепло и уютно. С такой техникой любые сугробы нипочем, рассказывает водитель снегоуборочной машины Геннадий Самсонов. В новогодние праздники он провел за рулем бульдозера не один десяток часов, пробивая занесенные метровыми сугробами дороги к производственным объектам. Пять дней я работал. С 3-го числа и по 10-й. Снега много, особенно на дорогах, как всегда, заносы вот эти вот. Справились мы. Всего же дороги к объектам газопромыслового управления расчищали около 70 единиц снегоуборочной техники. Работали в круглосуточном режиме, чтобы своевременно обеспечить смену вахты на производственных объектах. А в случае, когда уборка снега затягивалась надолго, на помощь приходили вездеходы. Они доставляли и забирали с работы сотрудников предприятия. После расчистки всех подъездных путей у нас наступает второй этап – это вывозка снега. Когда уже дороги пробиты, прочищены, организовываем бригады, состоящие из погрузчиков и самосвалов. И эти комплексные бригады у нас работают на вывозке снега уже с площадок, с промышленных и так далее, где он мешает и может подтопление произойти. Всего же в управлении технологического транспорта только снегоуборочной техники – 107 единиц. Этого достаточно не только для собственных нужд, но и для оказания помощи тем, кто ее попросит. Поддерживаем отношения и с Оренбургским районом, с Переволодским и городом Оренбургом. В период праздничных дней мы помогали очищать и лежащие села Оренбургского района, конечно, и дороги, прилегающие населенным пунктам, в селе Соловьевка, 9 января, Черноречие и других селах, где ведет работа наша промышленность. Предусмотрели газовики всевозможные нештатные ситуации во время уборки. К примеру, в случае поломки замерзания снегоуборочной техники, на помощь к ним в считанные минуты приедут паропередвижные установки, тягачи-вездеходы и снегоходы. Александр Сергеев, Виктор Яковлев, Новости дня. И к этому часу все новости. Сейчас не переключайтесь, впереди вас ждет прогноз погоды. Всего доброго, до встречи в эфире. Завтра в некоторых районах области снег, местами метель, гололед, ветер порывистый. Температура ночью минус 6, минус 11. На востоке до минус 20. Днем градусник покажет минус 4, минус 9. На востоке до минус 13. На дорогах региона возможны снежные заносы. Редактор субтитров А.Семкин